Книга про Таерея Геннадия Фаста «В Бога богатейте. Проповеди». Тишина. Тишина – это нечто великое, значимое, ускользающее, нелегко обретаемое. А зачем тишина? Разве не сказано «вначале было слово»? Слово – это речь, слово – это разговор, слово – это молва. Да, действительно, Евангелие начинается так. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Однако же некто из святых отцов позволил себе такое суждение. Вначале было слово, а до слова была тишина. Вначале было слово, а слово родилось в тишине. Вечером, когда мы служим всеношнее обдение, то служба начинается без слов. Священнослужители совершают кождение алтаря безмолвно, не произнося вслух ни даже про себя никаких молитв. А потом в безмолвии произносятся священные слова. Слава святей, единосущной, изотворящей и нераздельной троице! Тихое пение. Как будто едва-едва рождающиеся и освобождающие из тишины. «Придите, поклонимся!» Второй раз поется громче, и третий раз уже поется во всю мощь. В тишине родилось слово. По христианскому разумению слово – это вторая ипоста святой Троицы. Слово – это Христос, Сын Божий. А тишина – это Отец. Сын есть сияние славы Отчей. Слово – это сияние тишины. Слово, которое берется не из тишины и не в ней рождается – это какофония. Пустословие, многословие, сквернословие, злословие и прочие не очень хорошие словия. А истинное слово рождается в тишине, как предвечно Сын от Отца рожден. Таковы тайны нашей веры. Это имеет отношение конкретно к нашей жизни. В Псалме 106 сказано, что Господь превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Кому довелось быть на море или даже на океане, могли наблюдать, как левут волны. Это шум, который поглощает все. Никакие иные звуки не могут ему противостоять. И вот Господь бурю превращает в тишину. А когда буря превращена в тишину, тогда умолкают волны. Такой случай был при жизни земной нашего Господа, когда Он вместе с учениками плыл по Денисорецкому озеру. Ивангелие от Марка 4, глава 35-39 стихи. Он заснул на корме, возглавие, и в это время случилась буря. Ревели волны, захлестывали лодку и могли ее перевернуть. А Иисус в это время спит. Полное безмятежье. У Него тишина. Не случайно сонный час называют в детских учреждениях тихим часом. Тишина. Никаких слов. А тогда, во время бури, ученики уже не знали, что и делать. Учитель! Тебе что, дела нет? Мы же погибаем! Учитель не сказал им ничего по поводу того, есть ему дело или нет. Он проснулся и превратил бурю в тишину. Он сказал ей, умолкни, перестань! И тогда умолкли волны. Евангелист говорит, и была великая тишина. Надо полагать, что это было в прямом смысле слова, физически. Однако мы чувствуем, что это было не только физически. Ведь до этого больше, чем буря водная, была буря страха и смятения в душах учеников. И беспомощная суета в их действиях. А теперь великая тишина. И умолкли волны. Теперь ученики не без некого стыда вспоминают свои слова, которые не дерзнули сказать Иисусу, тебе что, на нас нет никакого дела. Вот тишина. Тишина во время бури. Везде буря, а Иисус спит. А потом бурю превращает в тишину. Она всюду водворяется. Он бурю делает тишиною и умолкает волны. Какая бывает тишина? У человека дух, душа и тело. Так и тишина бывает. Телесная, душевная, духовная. Тишина телесная – это когда тихо, никто не шумит. Эта тишина относится к физике. И, казалось бы, к вере и спасению не имеет никакого отношения. А вот имеет, уже на физическом уровне, очень большое значение имеет тишина. Человек, который утратил Господа, причем это вовсе не означает, что лишь идет обязательно об атеисте и безбожнике, утратить Господа может и верующий, продолжая веровать в него, утративший Господа, не любит тишину и боится ее. Я зашел в один дом, там было очень шумно, громко говорило какое-то радиоустройство, громко говорил телевизор, и школьник при этом делает уроки. Я удивился и спросил, а в тишине никак? Никак. Идем к тротуару, навстречу человек, а у него уши заткнуты, его и спросить невозможно о чем-то. Если городской шум назвать тишиной, то он и такую тишину не может перенести. Ему надо, чтобы внутри в ушах, в глубине непосредственно был звук. Знаете, раньше туда двух воски заползали, а теперь человек сам запихивает устройство и ползет туда хуже еще той твари. И там внутри производится шум, речи, лекции, музыка. Человек боится тишины. Реально видел людей, которые боятся тишины. Они в ней сразу чувствуют себя очень дискомфортно, им становится плохо и страшно. А все великое в тишине. На лоне природы какая-нибудь деревушка, окруженная тайгой, и там так тихо-тихо люди удивляются. Аж звенит тишина. Понимаете, о чем идет речь? Тишина имеет колоссальное воздействие на человека. И надо возлюбить эту тишину. Надо возлюбить безмолвие. Преподобные отцы, особенно древние, все эти вещи пытались достигать достаточно конкретно. Один из великих отцов, Авва Агафон, три года во рту держал камень. Может быть не 24 часа в сутки, но особенно, когда находился среди людей. Попробуйте разговаривать, когда камень во рту. И так три года. Так человек приучил себя к тишине, чтобы умолкли волны. Чтобы из уст постоянно не извергался этот шум, этот ревущий поток, все сметающий. А главное, сметающий мир души на своем пути. Речь. Река. Вот так и физическую тишину надо возлюбить. И в храме должна быть тишина. Но как трудно ее блюсти. В это время в храме у кого-то зазвонил телефон. И это на всех службах. Батюшка Саммона выразительно смотрит пред собою. Сколько ненужных звуков. И никаких-то, которые случаются по некоторой немощи. Кошленул человек или еще что. А вот болтает человек глубоко верующий. С кем болтает? С еще одним глубоко верующим. Главное, чтобы шуметь. Главное, чтобы не было тишины. Когда служба началась, где стоишь, там тебя и должен застать конец службы. Тогда можно предположить, что ты был на службе. А если во время богослужения ты трижды или девятижды совершил экскурсию по храму, хотя был и делал это ты от начала и до конца службы, то трудно сказать, что ты на ней был. Тут все должно замереть. Храмовая тишина. Это что-то божественное. Эту тишину нарушает все, что угодно. А ее ничто не должно нарушать. И тогда человек приходит в порядок. Он бурю делает тишиною. И тогда смолкают волны. Итак, мы можем перейти на второе. На душевный уровень. Душевный уровень это когда не внешняя тишина, а тишина душевная. Чем же нарушается тишина душевная? Какая там бывает буря? Да какая угодно. Это стресс. Это буря помыслов. Это негодование. Это суетная мысль бродит от одного к другому, к третьему. И ни на чем остановиться не может. Причем заметьте, то, что сейчас перечислил, это собственно говоря еще не грех. То есть душевный уровень. Это даже не греховный уровень. Но в душе нет тишины. Отсюда душевные психические расстройства. Да, да. От отсутствия внутренней душевной тишины. Внутренняя душевная тишина это очень важно. Когда сердце спокойно. Скажете, это же невозможно. Я же не Ава, а Агафон. Муж пришел с работы, а у меня камень во рту. Я с ним, видите ли, не разговариваю, тишину стяжаю. Наверное и правда не Ава, Агафон. И даже не Ама некая. А что? А Господь спит, когда вокруг буря. Вокруг суета. Дела все наши жизненные. А в душе мир и покой. Не терять душевный мир при всей волнительности внешнего быта. Может быть это даже труднее достичь, чем то, что Ава Агафон пытался достичь. Конечно, хорошо, когда тишина аж звенит. Да, там можно упражняться в тишине. А попробуй соблюсти тишину сердца. Когда в прямом смысле без всяких кавычек посуда грохнула. Ребенок кричит. Там еще шум какой-то раздается. Телефон звенит без конца и края. Это очень сложно. Однажды некий раб божий, это из тех же иноческих историй, подходит к келье, приоткрывает дверь, а там несколько братьев на повышенных тонах разговаривают. Какое-то у них возбуждение, шум и даже спор. Опять не сказать, что это спор был грехом. Кто не спорит? Муж, жена, брат, сестра, мама, ребенок, коллега, начальник, подчиненный. Кто не спорит? Иннок открыл дверь, услышал этот шум и быстренько дверь ту закрыл. И трижды обошел вокруг келья. После того, как трижды обошел, опять приоткрыл дверь, вроде там уже успокоилась. Братье стало любопытно. Слушай, а чего он творит? Что это он кружит вокруг келья? Вроде пытался зайти. Думали, зайдет, а он чего-то все ходит. И ходит вокруг. Когда он зашел, то спрашивают его. А чего ты вокруг келья-то все ходил? Я открыл дверь и услышал спор. Мне понадобилось три круга, чтобы эти слова во мне умолкли, а то все гудят, гудят. И как умолкли, как я перестал их в самом себе слышать, так я и сделал вторую попытку к вам зайти. Чувствуете, о чем идет речь? Даже услышать спор, не то чтобы участвовать в нем, это уже повреждение состояния души. Скольким находящимся вокруг нас мы попортили все своим неспокойствием, какой-то агрессией, вот этой бурей. Человек услышал, даже не понял, о чем идет речь, но ему понадобилось три круга сделать, чтобы наконец эти слова в нем улеглись, не были больше слышны. А по поводу того, что нам иногда приходится слышать, ох-ох-ох, тут тремя кругами не обойдешься. Я заметил, что мне нужно два дня, через два дня проходит. То есть как возбудится все этим раздражителем в душе, и оно там крутится, свербит, шумит, гудит, это очень-очень непросто. Тишина. Господь будет творить тишиной и умолкают воды. На душевном уровне это очень важно. Это не значит, что мы с вами должны быть обязательно флегматиками, людьми малословными. Среди нас есть люди говорливые, скажем, слова охотливые, и это может не противоречить тишине. Только бы слова наши, как у апостола сказано, приправлены были солью, хотя бы они и были о памперсах или о том, что на ужин готовить. Или в этих словах отзыв царства небесного, то они не возмущают душу. Если кто-нибудь заглянет к нам, то ему не надо будет делать три круга, можно сразу спокойно зайти. Давайте научимся говорить слова, которые не смущают дух ни мой, ни чужой. Можно быть холериком, можно быть сангвиником по своему темпераменту. Пожалуйста, есть люди шумные, такие по характеру, вы знаете, не возмущается дух. Это, можно сказать, высший пилотаж. Быть шумным по характеру, а в душе тишина и чужую тишину не нарушать. Бывает такое, но это трудно. С камнем в устах все-таки легче. А дальше дух. Дух, в нем какая буря? Страстей. Там страсти, это уже хуже, болезненнее, жестче, там душевная суета. Страсти являются сильной бурей, они бушуют у нас. Можно привести огромный перечень, сколько угодно. Гордость, собелюбие, тщеславие, корыстолюбие, сребролюбие, гневливость, непрощение. Все, все, какие есть. Все эти страсти и есть буря, которая смущает мой дух. И чтобы эти страсти улеглись, нужна сила Господня. Это может сделать только он, он бурю превращает в тишину и умолкают волны. Никакая психотерапия, никакие тренинги не могут достичь результата. Хотя иногда они производят некоторые внешние полезные действия. Человек становится более умеренным, более спокойным и так далее. Но через это внутреннее спокойствие возбуждается страсть гордыни и самодовольство. Так бывает, если это ты делаешь сам и только. Бурю же превращает в тишину только он. Была буря, а стала тишина. Это то, что является нам заданием на всю жизнь. О смертных грехах у христиан и речи не должно быть. Они остались за порогом крещения. А бурю страстей превратить в тишину. Это целожизненный подвиг, который совершает христианская душа. А без этого можно? Я ведь и так хороший, ничего плохого не делаю. Я не ворую, не убиваю, не прелюбодействую. Милостыню даю. Да и правда хороший. Но святости нет. А воля Божия освящение наше. Таким образом я становлюсь приличным человеком. Становлюсь законопослушным по заповедям Бога Всевышнего. Но я не приобретаю внутреннюю тишину. Внутренняя тишина – это когда страсти улеглись и не беспокоят человека. Когда их уже просто нет и волны умолкли. Подробнее не будем говорить, как это достигается. Об этом вся наша вера. Об этом все святые отцы и все священное писание. Тем не менее, надо понять, что это совершается только Господом. Который крестит Духом Святым. Господь дает Духа Святого в наше сердце, в нашу душу. Чтобы там улеглись бури страстей. Причем это процесс болезненный. Апостол говорит. Мы распяли плоть со страстями и похотями. Не надо думать, что это можно так свечечку затушить тихонько. Не получится. Плоть надо распинать. А распинать – это значит завивать гвозди. Наши страсти, бушующие внутри нас. Для этого уничижение требует гвоздей. А гвоздь – это больно. Кто хочет гвозди? Никто не хочет. Гвоздь – это неприятный тебе человек. Гвоздь – это несправедливое решение начальника. Гвоздь – это хамское поведение подчиненного. Гвоздь – это безобразное поведение мужа. И мы сразу хватаемся за гвоздодер, чтобы гвоздь выдернуть и вытянуть. И остаемся со своими страстями. Я же был хорошим. Зачем мне такой начальник? Повезло. И вот обижен и уже доволен. Теперь я тут за главного. И стало еще хуже. Надо в таком случае не гвозди выдергивать, а страстью умиршлять. Надо позволить Господу, чтобы он бурю превратил в тишину. Это как в больницу. Когда сдаешься, то письменно подписываешь разрешение врачу. Ни много ни мало брать нож и тебя резать. А по-другому никак. Надо позволить Господу действовать. Договор, завет с ним подписать. Пусть Господь уничтожает во мне страсти. Пусть эти бури будут гвозди. Но главное, чтобы улеглись страсти. Чтобы он бурю превратил в тишину. Это очень, очень важно. Вот такая есть добродетель тишина. В которой и только в ней рождается слово от Бога. И только в ней рождается что-нибудь святое. Сколько бы я ни сказал правды. Сколько бы я ни сделал добрых дел. Если они родились не в тишине духа, то они не плодоносят и людьми не принимаются. Потом я буду говорить. Я же ему правду сказал. А кто правду любит слушать? Я ему доброе дело сделал. А он мне чем ответил? Ну конечно, теперь он во всем виноват. А первично это все от того, что мои слова и мои дела не в тишине моего духа родились. Тишина это Бог, которым рождается слово, его сын. И от Бога тишины исходит дух. Так и во мне всему начало это тишина духа. Из древних была одна подвижница, Амма Матрона. Она как-то сказала такие серьезные слова. Без тишины, без безмолвия не приобретается ни одна добродетель. Ну ладно, с тишиной у меня проблема. Но зато есть вещи, где я ничего. Я же трудолюбив, справедлив. Ну да, тихо я не могу. Тем не менее остается факт. Без тишины не приобретается ни одна добродетель. Отсутствие тишины подчеркивает все, что мы вроде бы как имеем и умеем. За что нас другие даже хвалят. За что мы уже несколько раз грамоту получили или более высокую награду. Без тишины не приобретается ни одна добродетель. Отсюда видно, как это важно. Кстати, где еще тишина и гвозди? Слова мудрых, как вбитые гвозди. Это у Клесиаста сказано. Эклесиаст 12 глава 11 стих. А если мне говорят мудрые слова, если мне эти гвоздики вбивают, я как реагирую? Я начинаю спорить. Я их не приемлю. Пока человек спорит и не приемлет, он не приобретет ни одну добродетель. Человек сразу хочет результат исцеления, освобождения от темных духов, от болезни, от неустройства, от финансовой неурядицы, от семейного неблагополучия. Мы хотим получить результат. За этим мы и пришли в церковь. Однако мы не смогли не только принять, но даже тихо выслушать то, что нам было сказано. Эти слова как раз и были гвоздиками мудрых, посредством которых Бог бурю превращает в тишину и умолкают волны. Было два великих подвижника, очень великих Моисей Мурин и Авва Арсений. Авва Моисей имел медоточивые уста, он давал прекрасные назидания, а Авва Арсений молчал. Как-то пришли паломники к Авве Арсению, а он молчит. Постояли туда-сюда, помаялись. Когда-то же он наконец обратит внимание. Пришли же, пусть путь проделали. А он молчит. Ну и пошли к Моисею. Тот их встретил и дал прекрасные наставления. Они сказали, вот хороший старец. А потом было открыто, что по морю плывут два корабля, в одном ангела, в другом Бог. Когда присмотрелись, то там, где ангел Моисей, источающий медоточивые слова, а там, где Бог, молчащий Арсений. Господу слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok